Ухудшения точно не будет. То, что нам рассказывают, то, что происходит на самом деле, две большие разницы. Сколько бы не выполняло требований МВФ, и будет все больше и больше. А чем тогда Украина платит? Суверенитетом? Почему-то Леониду Кучму, я уже вспоминаю все чаще, с теплотой в душе. Приветствую зрителей Политека Онлайн. Я Екатерина Шумила и мой гость сегодня Алексей Дорошенко, экономический эксперт. Алексей, приветствую вас. Добрый день. Скажите, пожалуйста, можно ли сегодня уже посчитать, сколько украинцам стоил этот жесткий карантин, который постепенно смягчают, как ударил сильно по нашим с вами карманам? Посчитать всегда можно, но цифры, которые мы с вами приведем, они все-таки средние будут по стране. А поскольку мы знаем, что проблема касается каждого конкретно человека, то каждый будет считать. Но если мы с вами будем говорить о том, сколько для страны это стоило, каждый нерабочий день – это минус 0,4 ВВП страны. Мы с вами, например, не работали 50 рабочих дней, соответственно, это минус 20%. Поэтому в данном случае понятно, что падение не будет таким значительным, потому что часть экономики, порядка 60%, все-таки работала не на полной загруженности. Многие люди работали дистанционно. Но в любом случае мы с вами видим, что порядка 40% очень сильно коснулось вопрос пандемии коронавируса, связанных с их занятостью. Поэтому можем говорить о том, что все-таки падение будет, если ничего не предпринять, где-то порядка 8-10%, опять же, в зависимости от того, что мы сюда включаем. Может, конечно, получиться, что и падение будет меньшим, если будут предприняты какие-то более кардинальные меры. Но, в общем, мы с вами, наверное, в данном случае идем как раз в мировом русле, в мировую тенденцию, что, конечно же, плохо, потому что, когда весь мир растет, мы растем медленнее мира. Когда мы с вами падаем, мы с вами падаем так же, как и весь мир. Просто иногда поговаривают, что меньше. Мол, нам очень повезло, мягко говоря, повезло, что у нас большой процент экономики – это теневая экономика. И когда мировая падает в чистую, мы не совсем в тех же показателях. Здесь нельзя сказать о том, что теневая экономика не пострадала. Очень сильно пострадала, потому что, когда мы с вами говорим о том, вокруг чего строится теневая экономика, теневая экономика строится вокруг легальной экономики. Нет легальной экономики, зачастую теневая экономика – это отрасль тоже начнет падать. Например, мы с вами в последние годы не слышим о большой проблеме, например, конвертационных центров. Почему? Да, мы там недавно услышали от министра финансов Уманского о том, что там на скрутках через конвертационный центр проходит порядка нескольких миллиардов гривен. Но вопрос в том, что так, как раньше, количество конвертационных центров и те суммы, которые проходили, нет. Почему? Да потому что экономика падает. На самом деле, когда мы с вами говорим о финансовом мониторинге, финансовый мониторинг давно уже просматривает суммы в несколько тысяч гривен. Если есть конкретное юридическое лицо, то по нему от одного копейки можно проверять любые транзакции. Это говорит о том, что мы на сегодняшний день все под прицелом. Мы ушли в электронный мир. Электронный мир всегда можно посчитать, если есть желание. Поэтому в данном случае мы с вами говорим о том, что все-таки теневой сектор просадал очень сильно. Но, наверное, нас с вами спасло даже не то, что теневой сектор, а мы с вами своевременно спрятались. Потому что те страны, которые все-таки считали, что они не попадут в эпицентр, можно привести, к примеру, в качестве Туржицы Беларусь, Российскую Федерацию, которые считали, что все мимо них пройдет мимо и их не зацепят. Посмотрите, насколько серьезно они пострадали. Россия в несколько раз серьезнее имеет убытки и экономические последствия, чем Украина. Сегодня хочется в этой программе дать понимание украинцам, что сейчас происходит и чего еще ожидать. И главный вопрос – это, конечно же, работа. Потому что много украинцев потеряли работу во время карантина. Также вернулось очень много трудовых мигрантов. Наш премьер-министр Шмыгаль сказал о том, что полмиллиона рабочих мест будет создано в конце весны. Сегодня уже второй день лета. Все-таки почему не удалось создать полмиллиона рабочих мест? Почему именно такая цифра? И стоит ли украинцев рассчитывать на то, что наша власть скоро создаст эти рабочие места? Почему такая цифра? Ну, полмиллиона выглядит красиво. Согласитесь. Все-таки это не 100 тысяч, а целых 500 тысяч рабочих мест. Как создаются рабочие места? Места создаются… Либо ты фактически даешь деньги бизнесу, и бизнес сам знает каждый из нас. Если ты можешь на чем-то заработать, и, соответственно, заработать не тысячу долларов, а заработать 10 тысяч долларов, ты будешь вкладывать в те направления, которые тебе это приносит. Это как бы одно. Второе – это государство считает, что оно может стимулировать отдельные отрасли. Соответственно, дают деньги на конкретные отрасли. Раньше, например, была такая вещь, как еще свободные экономические зоны, когда любой бизнес, любого направления приглашали на конкретную территорию, которую хотели развивать. Это направление сейчас умерло. Мы сами не видим нигде в мире, чтобы свободные экономические зоны действительно поддерживали со стороны государства. Они остались еще более-менее развивающиеся, наверное, в Арабских Эмиратах. Но и то мы с вами видим, насколько они уже исчерпали свой потенциал. Поэтому направление стимулирования отдельных отраслей, оно, конечно, хорошо. Но где гарантия того, что государство понимает, что нужно стимулировать? Скорее всего, не понимает. И мы с вами видим, что поддержка, например, отдельных отраслей приводит к тому, что вот тебе деньги, там 20% вне обратно и все. А более простой путь и более правильный путь – это кредитование экономики. Вот если мы с вами говорим о том, почему не получилось создать даже 100 тысяч рабочих мест, да ровно потому, что нет денег. А создание рабочего места стоит денег. А бизнесмену для того, чтобы он набирал новых сотрудников, необходимо понимать рынок сбыта и деньги, на которые он это будет делать. Рынок сбыта – внутренний рынок, украинский рынок. Да вы, наверное, будете меня, например, смешить, если скажете, что этот рынок сейчас действительно будет поглощать все, что будет производить. Да нет, конечно же, экспорт. Да, в принципе, украинский экспорт, он очень слабый. И для того, чтобы, опять же, выходить на внешний рынок, маленький бизнес, у которого 10 человек сотрудников, либо 50 человек, не может выйти, например, свободно на немецкий рынок или французский. Даже на наш традиционный рынок Ближнего Востока. Для этого нужно, чтобы государство поддерживало, брало за ручку и, соответственно, приводило в эти страны. А почему не может? Высокая конкуренция? Непонимание того, что тебя хотят. Мы с вами видим, например, даже в Украине, отечественный бизнес, малый бизнес, мелкий бизнес, средний бизнес, зачастую не может понять, что от него хотят представители крупного бизнеса. Вот когда они сталкиваются между собой. Я, например, плотно много лет работаю с торговыми сетями. Так вот, я могу сказать, что классический пример, когда приходит фермер, условно говоря, фермер в торговую сеть и говорит, у меня есть товар, я хочу его продать, купите. Они не понимают даже общего языка, что от них хотят. Это как раз есть традиционно, что мелкий бизнес не понимает того, что хочет от него средний. Когда мы с вами говорим о внешних рынках, это очень тяжело. Там на одни только юридические вопросы вы можете потратить десятки тысяч долларов на бизнес такой средней руки, плюс сертификации, плюс все остальное вам придется так сумасшедше дорого, что вы просто не потянете это. А кроме того, необходимо еще знать, куда обратиться. Если мы с вами понимаем, что в других странах, например, экономически развитых, есть министерство торговли, которое как раз берет за ручку и ведет в любую страну, которую нужно. Есть дипломаты, которые в каждой стране, как вы думаете, чем занимаются, переговоры ведут, да, это одно, но я сам сталкивался, когда любая страна своего бизнесмена приводит, садит за стол переговоров в нужной стране и говорит, договоритесь, мы вам все, что нужно, сделаем. Даже на территории консульс и дипломатических установок. Лоббируют свои интересы. Они просто четко лоббируют бизнес своих бизнесменов. Они стимулируют, они кредитуют этот бизнес. Это называется то, что у тебя есть там тысяча долларов за гашники, ты будешь конкурировать с тем человеком, которых государство поддерживает. Да нет, конечно же. Поэтому, естественно, в данном случае мы с вами находимся в неравных условиях. Поэтому, естественно, говорить о том, что внешний рынок для нас открыт, да не приходится. Кредиты, например, очень сильно рекламировали программу 5.7.9. На одной из программ, где участвовал в том числе представитель фракции «Слуга народа», девушка сказала о том, что я знаю людей, которые получили деньги по этой системе. Но я каждый день общаюсь с десятками бизнесменов. Никто из них не получил. Даже многие, кто подавали десятки людей, никто не получил. Сегодня, например… А почему не получали? Какой была формулировка отказа? Вопросы разные. Зачастую не попадает сфера, в которой ты работаешь. Говорят, на заработную плату мы вам дадим. Но сферы, например, их очень узкий перечень. А далее начинается проверка документов. Соответственно, бизнес-план… Ты говоришь о том, что вы же говорили на, например, выплату заработной платы. Вот у меня есть задолженность. Я поставил на государственное предприятие, например, тот же самый защитную одежду и маски на государственное предприятие, которое со мной не рассчитывается уже полгода. Извините, но я поддерживал государство. Они говорят, предоставьте, пожалуйста, бизнес-план. А вы хотите купить оборудование? Оборудование на эти деньги купить нельзя. И вот начинаются вот такие вот вещи. Например, сегодня я узнал, у нас была нарада в Киевской области, что во всей Киевской области с полтора миллионами населения таких кредитов получено два. Но получатели кредитов категорически не хотят общаться ни с официальными властями, ни со средствами массовой информации, а на каких условиях они получили, под какие проценты, какие суммы. О чем это говорит? О полной прозрачности этого процесса. Но если мы с вами понимаем, что в нашей стране количество областей, если Киевщина далеко не последнее место в этом занимает, то мы понимаем, что в стране розыно несколько десятков кредитов людям, которые не хотят ни с кем общаться, скорее всего, близкие к власти. Вот вам и поддержка в период пандемии. Да, Алексей, мы уже начали говорить за наших предпринимателей. Шмыгаль сказал о том, что одна из красных линий плана, которого еще мы с вами, к сожалению, не видели, плана правительства, он сказал, что это будет такой акцент, удар на нашего производителя, купуй украинский. Что-то похожее мы уже слышали после российской агрессии в 2014 году, когда было модно покупать украинский. Сейчас это сработает, и все-таки не лучше ли украинскому производителю все-таки смотреть на запад, либо на восток, продавать туда? Я был как раз одним из инициаторов акции «Бокотируй российское». Я как раз в марте 2014 года опубликовал призыв к поставщикам торговых сетей сокращать долю российской продукции. Но, как это ни удивительно, на этот призыв отреагировали не поставщики, не украинские компании, а торговые сети. Буквально через неделю две торговые сети заявили о том, что они готовы вывести российскую продукцию с своих полок. Потом более крупные торговые сети поддержали. Мы с вами увидели широкую акцию, которая действительно прокатилась по всей стране. Если мы с вами говорим об условиях, тогда было другое. Тогда был враг четкий, понятный. Мы с вами до сих пор видим, что многие российские компании не могут вернуться на украинский рынок. Но если мы с вами говорим об импорте, то, к сожалению, могу сконстатировать. Я как человек, который поддерживает украинское и поддерживает малый и средний бизнес, точно понимаю, что импорт нам нужен в определенных масштабах. Почему? Да потому что он является конкурентом отечественному бизнесу, отечественному производителю. Когда отечественные производители? Наши бизнесмены нередко считают стоимость продукции по своей собственной себестоимости, а не по мировой цене, которая есть везде. Иногда возникает вопрос, почему в нашей стране продукция может стоить значительно дороже, на 30-50% дороже, чем в том же сам ЕС, где заработные платы в 10-20 раз выше. Да потому что мы с вами считаем по себестоимости, конкуренции где-то нет. Вот сейчас мы с вами видим, конкуренция есть во всех отраслях. Поэтому импорт нужен в качестве конкурента, в качестве баланса. Но, естественно, предпочтение мы с вами должны отдавать отечественному. Что в принципе происходит. Например, если мы с вами говорим о продуктах питания, украинцы всегда предпочитали отечественные и будут покупать отечественные. От импорта уже давно отошли. И небольшой процент людей, которые предпочитают все-таки импортные продукты питания. Если мы с вами говорим о других отраслях, промышленные товары, товары для дома, то здесь как раз наоборот, мода на отечественное отсутствует. Я нередко встречал производителей, которые производят подделку под Китай, а не лейб, китайский клей, для того, чтобы показать, что это произведено из Китая, а не произведено в Украине. Поэтому возникает вот такой парадокс. Естественно, мы с вами должны возвращать веру в то, что наше ничуть не хуже, а зачастую лучше. Поэтому оно постепенно возвращается. Ничего не происходит очень быстро. Но мы с вами видим, что те страны, которые используют национальный экономический протекционизм, они развиваются гораздо лучше, чем страны, такие как Украина, которая посчитала призыв, свободный рынок, рынок открытый для всех. На самом деле это реальные правила, которые действуют в мире. На самом деле тот, кто открывает ворота для всех и запускает сюда продукцию, всегда проигрывает и будет страной третьего мира. Алексей, учитывая сегодняшние реалии, сориентируйте украинцев, как они будут жить в ближайшие три месяца и к концу этого года. На что, к чему стоит готовиться? Помню еще советский анекдот. Мы с вами будем жить при коммунизме. Список тех, кто будет жить при коммунизме, прилагается. Вот на сегодняшний день, к сожалению, шутка очень даже актуальна, потому что, когда мы с вами говорим об уровне жизни, здесь нужно понимать, что ключевым показателем является ВВП на душу населения. До коронавируса, до начала... Просто украинцы не совсем всегда понимают, что это значит. ВВП это что-то далекое, непонятное. Давайте вот, чтобы сегодня... Поэтому показатели, как мы с вами понимаем, очень действительно низкие, а до показателя 2008 года нам с вами еще работать и работать. Дай бог, в 2030-х годах нам с вами вернуться на уровень 2008 года. Потому что, наверное, самым лучшим годом, когда действительно мы с вами видели не в целом по стране, а в том числе и по уровню жизни каждого из нас, самым высоким был показатель 2007 года. И как бы мы с вами ни говорили о том, что политика за это время изменилась, за это время пришли гораздо более прогрессивные политики, которые нам показали открытость, которые нам показали действительно, как нужно жить. Но только как жить хорошо они нам не дали. И, знаете, я, может быть, уже старею, может быть, у меня уже, знаете, к старости дело близится, но почему-то Леониду Кучму, я уже вспоминаю все чаще, с теплотой в душе. Хотя я участвовал в акциях «Украина против Кучма». Алексей, стоит вспомнить соцопросы, украинцы тоже вспоминают его как одновременно. На этих митингах кричал Юрий Луценко, «Гэть Кучм», тоже помню. Я в этом участвовал, я считал это правильным. Но на сегодняшний день, если мы с вами говорим о том, что такое политика и что такое экономика, то зачастую разные вещи. Поэтому, если мы с вами говорим о благостании, то нужно напомнить следующее. Как бы мы с вами не боролись за справедливость в нашей истории, например, период после Богдана Хмельницкого, страна после 1655 года была в очень сложных условиях. Единственное, Гетман, которого уважают, это был Гетман Мазепа. При том, что он был очень пророссийский, как бы его на сегодняшний день не уважали, как, наоборот, человека, который выводил Украину на путь самостийности. На самом деле, большинство своей карьеры – это человек, который был пророссийским настроем. Так вот, уровень жизни тогда был самым высоким, что, в принципе, подтверждает поговорки, которые до сих пор существуют. То есть от Богдана до Ивана не было Гетмана. То есть мы с вами говорим о том, что люди рассуждают двумя вещами. Справедливость и политика – это одно, а что ты имеешь в кармане – это совершенно другое. Так все-таки, к чему стоит приготовиться украинцам? Ну, ухудшения точно не будет, потому что мы с вами понимали, что мировой кризис так либо иначе должен был нагрянут в 2019, 2020, 2021 году. То есть мы с вами его уже планово прошли. Украина из него выходит, мне кажется, может быть, даже лучше, чем можно было рассчитывать, хотя падение было гораздо более серьезным. Но при этом все рассчитывать на быстрый толчок, что мы с вами оттолкнемся одна и начнем выпрыгивать, тоже не приходится, потому что вопрос основной. Где деньги на то, чтобы это сделать? Денег на сегодняшний день нет. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, за счет чего мы с вами сможем действительно быстро нарастить экономику, да в принципе предпосылок, к сожалению, нет. Потому что внутренних инвестиций, частных нет. Люди не верят во власть и не вкладывают деньги. Политически проголосовали за Зеленского. Но деньги на свой собственный бизнес не понесли и бизнес не стали расширять. Иностранные инвестиции, частные, да их нет. И сколько бы они говорили, там, рейтинг doing business или там МВФ даст кредит и сразу же все с флагами иностранцы придут себя вкладывать, мы с вами уже много лет слышим, этого не будет. Программы иностранные, государственные, это может быть 100 миллионов, как, например, сейчас нам дали Соединенные Штаты Америки на военную технику. Ну, миллиард полтора от МВФ и все. А дальше возникает вопрос, других денег нет. Поэтому, если сейчас правительство и следующее правительство, которое будет уже осенью, фактически не простимулирует экономику за счет заимствований, либо за счет эмиссии, мы с вами так и не найдем источника для подъема нашей экономики. А тот случай, когда сейчас любые деньги хороши, заемные, либо эмиссионные, если эмиссия контролируемая, главное, чтобы эти деньги пошли в бизнес, а бизнес будет создавать рабочие места и повышать уже заработанные платы. Алексей, говоря о наших кредиторах, вы понимаете, что у нас сейчас происходит с МВФ, почему мы, украинцы, которые якобы платят за эти кредиты, почему мы не можем конкретно посмотреть, что от нас требуют, почему мы выполняем каждый пункт, который они так пристально нам, извините, втюхивают, и каждый раз меняют какие-то условия, меняют цифры транша и меняют в целом все по своей логике. Тема МВФ всегда очень закрыта, и поэтому, наверное, возникает у многих вопрос, почему нам говорят о том, что мы должны быть прозрачными во всем, в государственных расходах, в коммунальных расходах, но при этом все настолько непрозрачно происходит переговоры и выставление условий по нашим международным партнерам. Но, к сожалению, так оно и есть. Констатируем о том, что то, что нам рассказывают, то, что происходит на самом деле, две большие разницы, как говорят в Одессе. Поэтому мы с вами никогда не увидим то, что на самом деле хочет от нас МВФ, потому что зачастую по требованиям... Это во всех странах так, с которыми МВФ сотрудничает? По крайней мере, я знаю по Украине. Мы с вами никогда не видели прозрачных переговоров, мы с вами никогда не видели вот так вот на листике пункт 1, 2, 3, 4, то, что от нас хотят. Мы это делаем, и нам, соответственно, выделяют средства. Такого никогда не было. Потому что зачастую под тем, что нам от нас требует МВФ, это на самом деле желание власти что-то сделать. Нередко это обещание предыдущих правительств, которые МВФ... Правительства ушли, а МВФ хорошо помнит о том, что когда-то в 2010 году нам обещали. Что вы думаете об этом? Ну, это для нас уже не актуально. Ну, у нас пункты на сегодняшний день есть, мы все равно вас это будем спрашивать. Поэтому на самом деле МВФ это структура, которая никогда не будет прозрачной, и как раз пандемия очень хорошо это показала. На сегодняшний день Трамп заявил о том, что он сокращает и вообще отказался от программы финансирования Всемирной организации здравоохранения. Почему? Да потому, что она неэффективна. А МВФ это такая же структура ООН, как и Всемирная организация здравоохранения. То есть фактически одна структура касается экономически развитых стран, и соответственно ее могут, например, проверить и сказать, что она неэффективна. А МВФ, она не является эффективной, мы это на себе, на собственной шкуре много раз уже проверили. Но ее не будут проверять, ровно потому, что она деньги тебе дала и обратно как бы деньги отдала. То есть, грубо говоря, что отдали, что и получили. Поэтому прозрачности и прочие другие вещи, они, например, США, либо Германию не интересуют вообще. Поэтому в данном случае, если мы с вами понимаем, что нам будут выставлять какие-то условия, их будут выставлять дальше. Что выставлять? На самом деле никто никогда и не узнает, и не пытайтесь узнать. Ну, как бы тихо, иногда прогуливаясь в стенах Национального банка, вам расскажут о том, что вот сегодня приезжали, вот там, идя по коридору, нам сказали. А вот они что-то сказали конкретно, вот нет, идя по коридору, нам вот это вот рассказали. И мы понимаем, что это важно. Вот так вот и происходит на самом деле общение с предсвитителем МВФ. А кто приезжал? Ну, там какой-то третий советник чего-то, но он сказал точную информацию, которую нам нужно воспринять. Не воспримем, значит МВФ скажет про то, что вы не выполнили дорожную карту. Поэтому не рассчитывайте на то, что игроки мировые с вами будут играть прозрачно, это никогда не будет. Украина, сколько бы не выполняла требований МВФ, их будет все больше и больше, наверное, наиболее мудро по этому поводу отметил Виктор Ющенко. Он тогда сказал про то, что мы хотим сотрудничать с МВФ, но денег МВФ мы с вами не хотим. То есть он подписал программу с МВФ, по которой мы с вами имели возможность в случае необходимости взять деньги, но он эти деньги не брал. И только в 2008 году, когда уже наступил мировой кризис, мы с вами действительно эти деньги взяли. И как бы то ни было удивительно, мы с вами достаточно хорошо, если смотреть на экономические показатели, прошли этот период и быстро вернули, и быстро вышли из кризиса 2008 года. Поэтому вот как раз Виктор Ющенко понимал, что сотрудничество с американцами и другими развитыми странами, это, конечно, хорошо, но собственные интересы, они нам дороже. А собственные интересы говорят о том, что не бери денег у крупных заемщиков, потому что политические условия тебя выставят столько, что ты экономически никогда не сможешь столько заработать. А чем тогда Украина платит? Суверенитетом? Мы с вами платим тем, что мы с вами можем, например, открыть рынок сбыта для какой-то конкретной компании. Потому что если мы с вами говорим о том, чем мы с вами платим, с одной стороны, это проценты, например, за пользование, проценты, с одной стороны, самые дешевые, но с другой стороны, они понимают, что они эти деньги практически всегда вернут обратно. С другой стороны, мы с вами понимаем, что есть компании, например, американские или европейские, которые выходят на наш рынок, зарабатывают на рынке очень хорошо, а платят налоги где? Естественно, платят в том числе в тех странах, где они находятся, где находится их штаб-квартиры, а посредственно туда эти деньги доходят. Либо это деньги ведущих политических сил, тех же самых республиканцев. А, соответственно, там один другого будет поддерживать, даже если налоги не платят на территории Соединенных Штатов. Поэтому в данном случае это и политические условия, это и проценты от страны, страны, стране и, конечно же, бизнес конкретных людей, которые заводят за ручку, говорят, вот этот человек хороший, он брат Джо, и он будет здесь работать. Так оно и происходит. Мы с вами уже пленки много раз слышали. Если кто-то думал, что мировой бизнес работает как-то по-другому, прозрачно, выиграет в тендерах, глубоко ошибается. Алексей, спасибо за интересную беседу. Алексей Дорошенко был нашим гостем. Спасибо, что смотрели нас. И не забывайте подписаться на наш YouTube-канал.